В этом выпуске вы узнаете, как разобрать лосось легко и быстро. В первый раз вы это сможете под моим руководством. И вместе замаринуем. Классным методом, такое вы не видели. Погнали, смотрим. Это магазинная обычная лосось. Я люблю срез ближе к хвосту. На нем меньше жира, чем ближе к хвосту, тем меньше жира. Погнали. Для этого нам понадобится лосось. Она же форель, она же семга. Так, соль, перец, соевый соус и укроп. Острый нож. А секретный ингредиент нашего блюда будет лавровый лист. Никто его обычно не ложит в засолку. Ну и бывает, что соевый соус заменяют сахаром. Ну, мой рецепт такой. Но лавровый лист, кто не знает, он защищает рыбу от того, чтобы она не испортилась. То есть лавровый лист как консервант. Взяли лосось. Смотрите, как его разбирать. Я его помыл сначала. Немножко просушил. Салфетками. Вот так вот. Чтобы с него ничего не сочилось. То есть он просушенный у меня. Затем. Я смотрю, как мне его удобнее разбирать. Обычно со спины просто надрезают и по кости идут. Кофик, попадете, не попадете, ребята, не страшно. Раз и пошли. Ну, не попали мы в кость. Ну, ничего страшного. Видите, как? Смотрите, как я немножечко прошелся здесь. И все здорово. И жирочек. Здесь я вижу косточки. Не вопрос. Начинаю их вот так вот обходить ножом. И иду вот вдоль костей. Вдоль костей, видите, оно легко идти. Раз. И вот все кости остались. Поняли? Суть да дело. Вот оно, наше филе. Так же само, таким же методом, делаем второе филе. Уже с другой стороны костей я понял, где они. Ножик важно, чтобы острый, ребят. Видите, я вот уже из-под низу них иду. И вот так вот раз. Заныриваю под эту центральную кость. Вот она. И опять же, срезая весь жир, оставляю его на костях. Ножик немножко направляю вверх, чтобы прикасаться к костям и меньше срезать мясо. Раз, срезаем. Вот она, наша кость на бульон. И смотрите, ребят, очень интересный момент. Я уперся в шкуру. И теперь я по шкуре пошел, пошел, вот так вот прям режу, режу. Вперед-назад, вперед-назад двигаю. И иду под низ. Потом обычно повара делают вот так. И удобно вот так, как направляешь. Оно по жирку режется, ребята, очень легко идет. И получается наше филешка. Мне не нравится в филе, ребята, когда вот такой вот жир темный. Он как бы, ну поняли. Потому что рыба плавает в холодной воде в Норвегии. У нее вот, видите, между шкурой и мясом такой слой жира. Ну, как у нас, людей у меня вот тоже тут нормальный слой примерно. Мы его срезаем. Вот так вот, так же само. Раз, срезаем, видите. Потом вот этот конец жирный. Я вообще вот так срезаю. Мне не нравится вот этот такой тоненький кончик, вот. Я его тоже срезаю. Еще жирок мне не нравится, он, я его срежу. И смотрите. Можно щипчиками маникюрными повыдергивать. Вот видите, косточки вот эти. А можно ножом вот так. Захватили, раз, достали. Вот это единственные кости в филе, которые надо доставать. Все, костей нет. Филе у нас классное. Где-то кусочки жира остаются, то мелочи. Вам на основные следы. Я использую, ребята, для засола вот такую мисочку. Чтобы положить два филе рядом, квадратное. Круглую неудобно, у вас получается филе как бы выгинается тогда чуть-чуть, так знаете, ну такое. А в квадратное оно получается четко. Делаем второе. Делаем второе. Вот она, красавица, на засолочку. Нам такой хватает на два завтрака, на троих. Начинаем, ребята, засол с укропом. Мне нравится начинать с него. Чтоб сразу вкус пряностей проник вовнутрь. Ложим на пергамент и нарезаем его. Почему на пергамент? Потому что укроп такой засранец, что если его резать на доске, потом доска вся в укропе. И укроп нарезали, ребята. Весь укроп высыпаем. Укроп насыпали. Рыбку вот так вот к укропчику приклеили. Сочетание, ребята, бомбей. Видите, как рыбка замариновалась, ребята. По соли какой прикол. Каждые 100 грамм это чайная ложка, 5 грамм. У нас тут 300 грамм. То есть я беру 3 ложки. Без сгорки. Насыпали. Перевернули. Сверху еще чайную ложку. Все, соль есть. Так, вот чуть-чуть пошевелили в соли. Сейчас, ребята, лосось спустит сок. И будет в соке мариноваться. Один раз потом перевернете. Если где-то соль не попала, ничего страшного. Главное укроп поближе пододвинуть. Теперь, ребята, перец. Перец можно с одной стороны, упрощайте себе жизнь. Соевый соус, примерно, ребята, тут 2 столовые ложки. То есть 30 грамм на 300 грамм рыбы. Один к десяти. Можно заменить сахаром. Мне с соевым соусом нравится рыба, что она такая более темная получается. Вкус насыщенный. Просто супер. И лавровый лист, ребята, что мы делаем с лавровым листом? Мы его уложим под низ. И все. И укропчиком, вот так вот укропчиком. Приложили ее. Все, пусть маринуются. Маринад рыбы, ребята, готов. Ждем. Буквально 5 часов и можно есть. Но я оставляю до вечера. Вечером уже можем, наверное, нарезать. Так что, ребята, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, какие рецепты бы вы от меня хотели бы еще узнать. Простые, понятные, здоровые, любимые. И я буду с вами ими делиться. Вы лучшие. Вкусная еда. Вперед. Микар-пленочкой накрываем. И ставим в холодильник. 12 часов держим в холодильнике и можно есть. Ну, после 5 часов, если не с репешкой, можно есть. Вы увидите, она уже буквально через 10 минут пустит сок. Через час будет лежать прям в своем соку и станет плотненькой и вкусной.